друзья всем огромный большой привет я к вам вышла сегодня с небольшим таким вот разговором рассказом летом я снимала как на меня завели уголовное дело по поводу биржи труда как мне не оплачивали деньги и когда я труда устроилась неофициально не премьер не произвели оплату и короче это было все незаконно моя ошибка бумаги подписала не предупредила в общем это было 2013 году уже прошло шесть лет и короче кому будет интересно мои дорогие друзья потому что я хочу вам это рассказать потому что это так важно это с этим столкнуться может каждый человек не будучи преступником не будучи бандитом но перед законом все равны как оказалось чему я вообще была очень сильно удивлена ссылку оставлю в описании на это видео посмотрите и вот сейчас хочу рассказать чем это все закончилось я немного конечно ребята расстроена в каком плане расстроена очень неприятная процедура все-таки суд произошел надо мной суд произошел прямо хочется дайте всех предупредить сос 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 с этим делом не суши не 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 шутите с государством короче шутки плох плохие мои дорогие друзья я прям вы знаете хожу не нахожу себе хожу и не нахожу себе место вы знаете можно было не рассказывать конечно можно было не рассказывать мы должны микрос знать об этом потому что еще раз хочу повториться это может случиться с каждым потому что все мы не застрахованы от таких действий а тем более с с государством это все это реально мои дорогие друзья а в общем позвонил мне следователь после следственных мероприятий которые проходили в течение где около где-то четырех месяцев и сказал наталья николаевна значит подъезжайте к 11 часам суд там будет висеть бумага в какой аудитории будет суд ребята я это знала что-то все фикция что-то все на бумаге потому что уже истек срок давности но все равно вы знаете мои дорогие до такой степени неприятно в этой ситуации я совершенно осталась одна никто меня не поддерживал ну в принципе я так никому своих близких об этом и не говорила потому что они знали что такая неприятность то что суд я никому не сказал зачем будет моя дочка переживать тем более мама уже все с моей мамой познакомились значит я приехала приехала я на 11 часов был назначен назначен суд естественно никто меня в упор не видел потому что я не знала какая аудитория кто у меня судья но когда открываешь дверь и они открываются кстати очень любезная и когда когда а какое дело я говорю ну как какое дело ну рассказываю а это уголовное у вас дело и так сразу знаете сразу отношения меня это на уголовщина пришла понимаете ну короче говоря сижу жду сижу на скамеечке жду сказали какая у меня аудиторию аудитория без пяти 11 приехал прокурор то есть который будет меня обвинять приехал мой адвокат ровно в 11 часов и ровно в 20 но 12 нас пригласили ребята это так все серьезно понимаете вот но судилище настоящее судилище с секретарем зачитали мне мои права была сторона с обвинить по-русски как это сейчас была сторона которая меня обвиняла вот с этой биржи без биржи труда при при пришла девушка юриста вот я сидела на скамье подсудимых прямо ой друзья я я просто не могу не могу вам я вот сейчас скажу прям на нервах короче зачитали мне все права вышел судья такой интересный мужчина такую весь понимаете ну вот ну вот судья на него смотришь судья с такой цепью с такой металли на правосудие сидела мы все встали наталья николаевна вы согласны совсем короче он мне говорит говорит судья такие вещи говорит смотрите я совершила злочин давайте я по-русски я совершила преступление я совершила мошеннические действия в размере в размере 1200 гривен так как наталья николаевна эту вину признает ну наше было следствие мне следователь сказал что подпиши это срок давности ничего не будет и нигде не будешь до числится и даже не волнуйся и наталья николаевна не переживай ну в общем а вы знаете когда он это все зачитывал когда-то он все говорил друзья но это судилище у меня глаза вот так а он еще на украинские мови и так тихо это все зачит вы так зачитывает и говорит вы сгодни сгодни а у меня глаза на лоб лезут я не понимаете меня ну как парализовала я не я не знаю что мне говорить я-то не согласна я-то аргументирована все сказала в следствии как это было что и как я не была устроена ну да подписала бумаги короче говоря все виновата да да виновата нервничаю начинаю переживать короче умом понимаю что надо говорить что да да я согласна со всеми обвинениями а не могу ребята не могу и тут судья он и такой мессендж посылает но вы же согласны наталья николаевна потому что я молчу я так знаете еле-еле выдавила себя да и вот так за ну вот с такими вот значит пошли мы на совещание мы стали я адвокат и прокурор а он сказал спросил у прокурора прокурор у вас есть какие-нибудь дополнительные вопросы которые николаевны нет вопросов нет так как прошло уже срок давности много лет вот это тема короче я буду так покороче типа тоже все не актуально давайте закроем этот суд это николаевны уже осудим дадим там сколько там ей это самое и разойдемся вот тут адвокат короче попал опрошение листу лист бумаги что так и так по прошествию лет хоть и наталья николаевна совсем согласна и никакой меры и пресечения не надо ею это на украинском понимаете трудно на русский переводить ну короче итог тот что давайте рассмотрим и на этом порешим наталья николаевна с миром отпустим вот судья взял это прошение это я его подписала ушел на совещание где-то минут десять его не было пока его не было не давали слова вот этим который обвинувачивать и вот эти вот которые меня обвинили даже и не поднимали ничего у них и не спрашивали короче ребята на фикция но это так неприятно это так вы знаете ну вообще мурашки по коже я не могу вам передать в общем пришел студия судья мы стали я прокурору лет тридцать адвокату лет двадцать семь и я с ними я посредине стою стали голову нагнули долго читал долго читал долго и я только и только знаете что слышу звильны ты звильны ты звильны ты обо все а так все ответственности от от выплат даже что я должна платить тоже меня короче освободить ничего не короче я кому не должна господа мои хорошие ребята вот я проживаю в украине да все хорошо украинскую ногу это голоди владею своим языком но процессуальный язык он очень сложный я мало что понимала мы вижу что адвокат не атаку локтем подумал типа успокойся успокойся не так чтобы там нервничала но я была очень подавлена вы знаете где делся мой пыл где делся мой героизм я всегда знаете могу за себя постоять но тут понимаете как мы всегда говорим если шок кому что не нравится подавайте в суд подавайте все инстанция все в суде понимаете все в суде в общем все он прочитал и ушел я стою прокурор прокурор не улыбнулся наталья николаевна вы свободны не расстраивайтесь или скажите пожалуйста молодые ребята уже суд прошел все сидим в этом зале не сидим а стоим прощаемся с адвокатом с прокурором молодые ребята игры ребята ну вот хорошо это вот был не могу что это фикция все вы понимаете неудобно игры ну вот этот суд произошел надо мной ну и что дальше где-то это будет это фигурировать это будет как-то ну где-то будет это писаться что вот я мошенница понимаете мошенница он нет наталья николаевна нигде ничего просто на будущее должны знать и вообще должны все знать что государством шутки плох плохи так что если вы становитесь на биржу будьте любезны нигде не работать а только стоять там и получать эти копейки и если вы устроились на работу моментально предупреждать необходимо но это всем понятно это я вам рассказываю такие все вещи что вы все знаете просто понимаете мои друзья все мы все мы бывают жизни глупим и я честно говоря от себя такой глупости такой глупости не ожидала ну не знаю что но и двигала в тот момент те минуты те секунды в тот год как-то я халатно к этому отнеслась думала я же не оформлена не подруга книжки у меня представляете меня было не давали зарплату по окончании моих работ как какая какая какое окончание работ есть статья есть редактура пожалуйста получите деньги короче гонорар понимаете никого не заняты не аванса не получки просто гонорар у соседа собака разрывается они ничего не делают она вешается на ошейнике они им все равно что за люди я не знаю крути друзья мои со 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 я хочу чтобы я не стесняюсь этого рассказывать вообще не стесняюсь и знаете потому что я знаю среди нас очень много хороших людей и ко мне много вы приходите и кому-то может быть удивлением ссылки будет описание на это видео посмотрите как это все начиналось в общем друзьям суд прошел все благополучно домой я приехала вы знаете я по жизни скажу вам там скажу вам правду по жизни там чтобы я курила не могу сказать там что я куряга там где пивока какая-то но ребята я закурила знаете я закурила пошла купила себя пачку сигарет закупила зажигалку потому что человек когда курит у него всегда все не человек не курящий успокоила свои нервы помогло помогу вы знаете помогло и приехала домой и как ни в чем не бывало прошла спец пешком успокоилась вот это было совершенно вот на днях на днях на днях на днях так что если бы я записывал на таких эмоциях которые только-только вот случились то представляете как бы я записывала сейчас немного я успокоилась спокойно друзья было очень люблю так что знаете как говорят дураки только учатся на своих ошибках пускай так и чтобы не быть знаете чтобы люди не были дураками на чужих ошибках будет послушайте и примите мои дорогие господа хорошие к сведению строго не судите потому что я знаю что в наших в нашем обществе особенно на моем канале женщины меня уж очень сильно критикуют но очень меня так сильно любит так что девочки да да бывает и такое бывает что и знаете из и красивых и некрасивых судят и старых и молодых так что чтоб знали это я говорю тем кто у меня тогда эти критикуют и критикуют можете порадоваться а можете мне посочувствовать все мои дорогие друзья большое спасибо что меня просто вот вы знаете я сейчас вам рассказываю и как-то мне легче легче я выговариваю сливы и выговариваю все таки как классно когда есть youtube не знакомые говорят ой ты ненормальная тебя видят столько людей то не успокойтесь прям таки сколько меня людей видит видят только те кому я интересно если я идти а смотрите если я интересно кому-то то или нравлюсь кому-то ты все ко мне как уже как родственнику ой на тело я я скажу там и так больше не так больше не делай мне кажется все понимают прям таки столько меня людей пускай видят пускай видят и знают я права друзья желаете сколько сколько-то 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 люди сколько-то сколько-то сколько людей столько и все мои дорогие друзья все рассказала я хотела записать еще пару дней назад когда это случилось но не не так что до новых встреч ждите мистер x воскресенье мы пойдем с доченькой потом на не ангелы жизнь продолжается на телу отсудили отсудили на телу мама дорогая ничего будем жить хорошо жили хорошо и дальше будем жить все пока мои друзья до новых встреч